Друзья, всем привет! Наконец-то пришла она, чумачечья, веснечья. А это значит, многим из нас сейчас захочется отправиться за город на природу. Захочется пойти погулять в парк, захочется поехать куда путешествовать. На данный момент 25 апреля, четверг, 15 часов дня. Впереди майские праздники, впереди май. И прямо сейчас вы увидите краткий обзорчик нашей поездки в Республику Беларусь, город Гродно. В первую очередь хочу сказать, что в Беларуси я уже был, я ездил в город Минск. Получил от этого огромное удовольствие и всем рекомендую туда скататься. Мы снимали видеоролик, ссылочку на него оставлю в описании. Второе. Сейчас мы отправляемся в город Гродно, для того, чтобы погулять там и для того, чтобы там снять серию дневника Mazda 6. Напомню, что ранее я владел этим автомобилем, я его продал в Республику Беларусь, но при этом обещал, что буду продолжать снимать дневники, показывать в каком техническом состоянии автомобиль. Но сегодня в этом ролике не об этом речь. В этом ролике я вам расскажу, как мы доехали до Республики, сколько мы денег потратили, какие траты у нас были, сколько ушло на бензин, сколько ушло на газ, сколько ушло на проживание. В общем, все цены, на что мы потратили деньги, будут в описании. Таким образом, сейчас ты сидя дома и думая, блин, ну как же скучно, надо куда-то отправиться, будешь понимать, что съездить в другую Республику, тысячи километров погулять, получить новое ощущение, увидеть что-то новое, стоит не так дорого. Ну, как вы знаете, у нас каналчик-то уже крупненький, у нас становится все больше, к нам приходят рекламодатели, и моя поездка будет вообще замечательной, потому что у меня есть спонсор этой поездки, и один из них – подспинная подушка D-Tensor, которая поможет мне не уставать в дальних поездках. В первую очередь продукт будет полезен всем тем, кто уже испытывает боли в спине, всем тем, кто много проводит время за рулем автомобиля, и, конечно же, тем, кто много сидит в офисе за компьютером. В первую очередь задача этой подушки – снять напряжение с ваших позвонков, поэтому на дальнее расстояние, по идее, я должен уставить гораздо меньше. Ваша спина будет полностью прилегать к этой подушке. В большинстве подушек так не происходит, поэтому они работают не совсем эффективно. Самое главное, когда вы садитесь, то есть сеть правильно, не развалившись, тогда она будет работать на все свои 100%. Опять-таки обратите внимание, что если у вас тоже кожаный салон, то сейчас летом ваша спина наверняка будет потеть. В силу того, что эта ткань идет, и здесь есть вот такие ребра жесткости, скажем так, которые дышат. Вот я передвигаюсь по городу, моя спина до сих пор остается сухой. Хотя, с одной стороны, вроде бы садишься, тебе от нее также идет тепло. Здесь вот у нас специальное крепление, то есть мы ее можем натянуть больше, меньше, как угодно. Также вы можете приехать в офис, снять ее с сидения, прийти, закрепить ее на вашем рабочем месте. В этом плане действительно удобно то, что она не только в автомобиле остается, а везде, где ты находишься. Эта подспинная подушка изготавливается из запатентованного полимера, который сохраняет свои свойства в течение 10 лет. Друзья, здесь на самом деле нечего объяснять. Все те, кто столкнулся уже с проблемами со спиной, наверняка захотят приобрести себе такую вещь, чтобы смягчить свою нагрузку на спину. А те, кто еще с этим не столкнулся, я вам рекомендую купить ее для профилактики, ведь беречь свое здоровье нужно с молоду. Цена вопроса 9000 рублей. Все ортопедические вещи, это всегда не дешево. Но, если вы будете при заказе ссылаться на Машкову, вам сделают дополнительную скидку 1000 рублей. Но вы помните одно, что за 8000 рублей ты получаешь эту подушку на всю жизнь. И ближайшую тебе покупать не придется точно. Все ссылочки на товар остаются в описании. Важный момент. Для того, чтобы отправиться в Республику Беларусь, мне как гражданину России, всего лишь нужно сделать дополнительную страховку, так называемую зеленую карту. Минимальный срок 15 дней. Я ее сделал за 840 рублей. Все. Автомобиль оформлен на меня. Документы все те же самые. Я беру с собой, я также беру с собой российский паспорт. Ни загранпаспорт не нужен. Вообще больше ничего не нужно. Если вдруг автомобиль оформлен на ваших родителей, на вашего друга, на всякий случай попросите, чтобы он написал доверенность. По большому счету на границе она нафиг никому не нужна. Потому что ранее я ездил на автомобиле, который был оформлен на моего отца, но передвигался на нем я. Никакой доверенности у меня на него не было. Останавливали на границу. Вопросов ноль. Поэтому все необходимое для этой поездки у меня уже есть. Также берем с собой в дорожку фрукты, водичку. Ну все то, что будет нам необходимо. Все, друзья. Больше кашу по тарелке не размазываем. Для вас сейчас придет 1 секунда, а для меня наступит раннее утро следующего дня. И мы едем в Гродно. Вы сегодня едете со мной. Погнали. Все, как и обещал. Время 3 часа 15 утра. Город спит. Просыпается мафия. Друзья, скидываю счетчик на ноль. Стою возле дома. Сейчас забиваем адрес. И потихонечку поедем. У нас есть 2-3 часа для того, чтобы выехать из города. Для того, чтобы уехать подальше от Москвы. После этого я уже подключу пищалку на камеры. В общем, я никуда не спешу. Еду потихонечку. Еду наслаждаться. Еду путешествовать. Выехали из Москвы. Вот посмотрите. 4 полосы в одну сторону. Отбойник. Все освещено. И максимально разрешенная скорость 90 км в час. И постоянно камеры. То есть проезжаешь определенный отрезок камеры. Проезжаешь отрезок камеры. То есть дискомфорт полный. Самое главное, нет тут поблизости, прямо рядом с дорог, каких-то домов. Пешеходные переходы над дорогой есть. То есть все сделано правильно. Но ехать особо быстро нельзя. Средняя скорость, которой я буду придерживаться, это примерно будет 100-110 км в час. При такой скорости, я думаю, расход у меня будет минимальный. И мне это будет на руку. Я не нахватаю штрафов. И я потрачу очень мало денег на топливо. Но посмотрим. Тем временем мы удалились от нашего дома на 100 км. Начинает светать. Время 4.05. Вон он ходит. Одинокий волк. Волк сейчас закурит. Тем временем у нас происходит первый пит-стоп. Мы отъехали от МКАДа примерно на 200 км. Дорога, как вы видите, свободная. Делюсь с вами первыми наблюдениями. Но смотрите, в силу того, что сейчас раннее утро, будний день, дорога свободная. Ехать действительно комфортно. В любом случае, сегодня пятница, к вечеру, днем, народу будет очень много, многие поедут в область отдыхать. Но самое главное уезжать пораньше утром. Касаемо дороги. Вот, как правило, две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Разделены они либо вот такими легкими отбойничками, либо небольшим заборчиком. В целом, опытному водителю ехать не напряжно. Что могу сказать? Местами очень чисто на дороге, а местами вот такой мусор присутствует. И все это благодаря, скажем так, нам. Поел, бросил, поехал дальше. Хочу обратиться к каждому из вас. Все, кто отправляется путешествовать, друзья, мусор весь в пакетик у себя в машине. И на ближайшей заправке в контейнер. Я вам еще раз напоминаю, что в описании к этому ролику я расписал все цены, потраченные за эту двухдневную поездку. Но, тем не менее, отмечу тот факт, что я потратил на топливо 2500 рублей. Я проехал 996 километров от дома в Москве до дома в Гродно. Вот что интересно, когда ты едешь, смотришь по сторонам, порой действительно захватывает дух. Вот вы посмотрите, да, небольшой хутор, небольшие дачные поселки. Это 250 километров от Москвы. И дальше, 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 плюс-минус все то же самое. Естественно, есть и зажиточные люди, у которых хорошие дома. Есть люди, которые, ну, я бы не сказал, что они живут. Скорее, они выживают. Мы проехали еще 100 километров. Яндекс.Навигатор уже не показывает камеры, а у меня есть секретное оружие. Вот фишка этого радар-детектора в том, что он сейчас крякает. Да, и обратите внимание, на Яндекс.Навигаторе ничего нет. Вроде бы все нормально. Но на самом деле он крякает на Автодорию. Автодория – это такие камеры, которые меряют вас на въезде, меряют вас на выезде. После этого вычисляют среднюю скорость, и вам, собственно, пришивают штраф. Вот у нас сейчас средняя скорость составила 71 км, хотя, если бы не он, реально шли бы с превышением. Вот где-то, значит, впереди она сейчас стоит и будет нас вычислять. Вон, там уже знак идет, что камера. Ну, за машинами не видно. В общем, суть такая, что вещь рабочая. Этот радар-детектор ранее я рекламировал на нашем канале. Далее могу сказать так, что я с ним проехал примерно 1700 км туда и обратно, и это действительно стоящая вещь. Вот серьезно, на дальние путешествия стоит покупать. Поэтому я оставляю еще раз ссылочку на него в описании. Купить вы можете в магазине «Автоцифра». Все подробности ниже в описании. Также вы там сможете прочитать детально всю информацию про этот радар-детектор. Потому что вещь на самом деле не простая, а очень умная. Нужно читать, изучать. Время 8 часов утра, 36 минут. Прошло 480 км пути. И мы уже возле Республики Беларусь. Сейчас будем въезжать. Друзья, на самом деле дорога пролетает очень быстро. Выспался, сел, кофейку выпил. Пожалуйста. Практически 500 км пути за спиной. Не устал. Поэтому сейчас мы поедем чуть-чуть дальше. Остановимся, сделаем привал. Взяли яички, колбаска, сосисочки, огурчик, помидорчик. Для того, чтобы перекусить. Почему? Все кафешки, которые есть, ну честно говоря, просто-напросто невзрачные. Въезжая на территорию Республики Беларусь, вы должны не забывать о том, что вы вроде бы как дома, но вы все-таки в гостях. И поэтому нужно придерживаться правил дорожного движения. В первую очередь хочу вам сказать, что можно ехать сперва 120 км по трассе. У нас в основном это 110. И самое главное, что штраф будет приходить за каждое превышение свыше 10 км в час. Как это происходит? Если вы в Республике проведете более трех дней, то при выезде вас 100%, ну скажем так, 99%, что вас остановят. Проверят вашу историю. Если есть штрафы, вас обяжут их оплатить. Только после этого вы уедете домой. На самом деле, когда вы первый раз въезжаете в Республику Беларусь, границу действительно можно проехав, даже не заметив и не поняв, что вы проехали границу. Когда вы въезжаете уже в Республику, едете потихонечку, начинаете смотреть по сторонам, кажется, что все по-другому, природа какая-то иная. Даже те же самые, знаешь, закуточки такие для остановок сделаны. Покажи, пожалуйста, ему вот эту дорогу. То есть, получается, это основная дорога. Мы аккуратненько съезжаем. Ну, автобус съезжает. Берет людей, едет дальше. Что важно понимать, то, что когда вы въезжаете в Республику Беларусь, здесь вас будут штрафовать уже за 10 километров превышения. Очень приятно, что приезжая сюда, не нужно покупать никакие дополнительные пакеты по связи. Позвонили оператору, говорим, что делать? Он говорит, 350 рублей, гигабайт интернета вам сейчас на весь день. 60 минут, то есть. Не нужно заморачиваться. Этого будет вполне достаточно, чтобы интернетом пользоваться и кому-то из родных позвонить. И на самом деле путешествия проходят очень плавно. Выехали, едешь по прямой. Вот серьезно, ни влево, ни вправо никуда не сворачиваешь. Просто едешь прямо, прямо, прямо. Прошло 7 часов, мы приближаемся к Минску. Осталось совсем немножко. То есть, смотрите, 7 часов, это с учетом того, что заезжали за кофе 2 раза, останавливались заправиться, ходили покушать. В общем, если ехать не останавливаясь, реально заехать за 6 часов, и это не сломя голову. Въезжая в Минск, мы слушали одну из местных радиостанций, на которой шел эфир, посвященный преддверию 9 мая. Так вот, там рассказывали страшные сюжеты. Когда фашисты вторглись на территорию Белоруссии, что они делали? Эти изверги просто заставляли мужиков рыть могилы. После чего в эти могилы они живьем погружали детей и женщин. И сами их закапывали. Представляете? А мужиков заставляли смотреть на это. Вот что это такое? Это просто-напросто самые настоящие изверги. Поэтому я вам рекомендую настоятельно. Приедьте, погуляйте, сходите в музей. Их очень много. Очень много элементов, посвященных памяти. Вот я с огромным уважением отношусь к послевоенным годам, к ветеранам. У меня у самого прадед наш, ветеран, который принимал участие в боевых действиях. Это на самом деле очень тяжелое время. И я просто счастлив, что сегодня есть возможность вот так вот спокойно гулять по городу. Стоять в парке, наслаждаться природой, смотреть, как летают птицы, иметь возможность путешествовать, учиться, развиваться, заниматься любым делом. Это очень здорово. Вот посмотрите просто. Два парня стоят, гуляют. Я подлетаю к ним на коптере. Они стоят, улыбаются. Женщина идет там с детьми. Это здорово. Жить здорово. Вот это круто. И самое главное, что огромная память в этом городе, она прям вот чувствуется. Вы понимаете прекрасно, мне 29 лет, я не хочу вас чему-то учить. Я с вами лишь делюсь эмоциями от поездки. Поэтому если вы сидите дома и у вас есть голова на плечах, вы не дурак из серии, что вы там выкидываете какие-то непонятные поступки, поддаетесь провокациям, обязательно собирайте ваши вещи, заправляйте в ваш автомобиль и отправляйтесь в город-герой Минск. Недавно мы снимали сюжет про Москву, и тогда многие, как обычно, написали, да зачем этот город, нужно уехать туда, где свободно, в деревеньку. Вот, друзья, пожалуйста, отличный вариант. Свою, так сказать, ранчо. Чистое поле, природа, рядом дорога. То есть это удобно. Скотинку развел, кто-то тебе за маслицем приехал, за творогом. Но не об этом речь. Тем временем мы уже находимся практически возле Гродно. Нам осталось всего ничего, порядка 150 километров. Что интересно, въезжая в Республику Беларусь, скоростной режим 120 километров в час. Ехали по Минской кольцевой автодороге, ни одной камеры нету. То есть у нас висит регистратор, Яндекс-карты, все смотрим, контролируем. Тишина. Едем потихонечку дальше, мы уже совсем близко. Я, честно вам скажу, чувствую себя прекрасно. Один раз мы покушали, ну, прям замечательно. В общем, следующая остановка Гродно. Поехали. Обратите внимание, время 3 часа 18 минут. Мы выезжали в такое же время. То есть прошло 12 часов. И знаешь, где мы? Мы на месте. Друзья, 996 километров проехали мы за это время. Только что мы заехали в одно агентство. Они зовут апартаменты. Как я их нашел? Ну, сначала, как и все, запрыгнул на бутинг. Нашел квартирку за 5100 за два дня. Почему квартирку? Ну, я посмотрел отели. Они либо очень дорогие, либо совсем дешевые и находятся далеко. Ну, в общем, нашел неплохую квартирку. По цене она была 5100 рублей. Но через это агентство я вышел на них напрямую, просто увидел название. Я ее снял только что за 4200 рублей. И сейчас мы вместе с вами собираем наши монаточки. Пойдем посмотрим, что же я такое снял за эти деньги. Так, с 1 по 40, значит, это наше здесь. Слушайте, по первым ощущениям, такое ощущение, как будто я приехал не в Гродно, а как будто я приехал в Московскую область, в город Ступино. Это лайф, парни. Квартира номер 6. Оп, ключ подошел. Это уже хорошо. Так, заходим, включаем свет. Так, так, так. Проходим потихонечку вперед. Надо сразу разуться, как положено, чтобы было. В общем, смотрите, вот такая хата. 2100 рублей за один день. Вот такой у нас балкончик получается уютненький. Согласись. Второй этаж. Здесь вечером можно чайку попить. Вот такая кухня. Вообще, в любом случае, хорошо. По маршрутрам встал, не нужно никуда бежать, сам что нужно сделал. Ну и самое главное, спальня. Спальня почему главная? Выспаться нужно с дороги-то. Оп, пожалуйста. Кроватка большая. И вот такой телевизор, который нахрен не нужен. Факт в том, что я считаю, что это, в принципе, очень даже неплохой вариант. Так что оценивайте. 2100 рублей в сутки. Если доплатить 500 рублей, тебе еще на человека завтра принесут. В общем, ситуация следующая. Сколько мы потратили, доехав сюда, посмотрите обязательно в описании. Все цены, все расписал. Сейчас мы делаем простые вещи. Моемся, умываемся, собираемся, отправляемся на улицу, так сказать, на разведочку. Заодно сейчас встретимся с владельцем Мазды, ради которого мы сюда и приехали. Ради той самой Мазды. И после этого будем планировать наши завтрашние дни. А вот так выглядит Гродно в воскресный день после дождичка. Ночью прошел хороший такой проливной ливень. Друзья, поймите правильно, цель этого ролика не рассказать вам историю города, историю Беларуси. Вы должны к этому прийти самостоятельно. Моя цель показать вам, что путешествовать это не так дорого. Вот за всю поездку, за два дня, мы потратили примерно 15 тысяч рублей. Но здесь нужно отметить тот факт, что мы приехали к владельцу Мазды 6 Сергею, за что ему огромное спасибо за его гостеприимство. Ему и его жене Юле. Они нас встретили, накормили в кафе, накрыли шикарный стол дома, шашлыков нажарили. То есть это тоже нужно учитывать, что мы за еду платили чуть меньше, чем должны бы были. Если бы мы платили за еду везде, мы бы потратили порядка 20 тысяч рублей. Суть, что если вы поедете на три дня, вы можете уложиться в двадцатку смело. Сами понимаете, что лучше взять с собой покушать, если у вас достаточное количество денег. Ну, естественно, вам будет комфортнее передвигаться. Всю историю вы также можете поднять в интернете. Интернета нужно уметь пользоваться правильно. Не просто так сидеть, смотреть какие-то картинки, а подготовиться, изучить, сделать свой маршрут и приехать, и посмотреть то, что интересно в первую очередь вам. Мои же эмоции, мои же впечатления от Беларуси, в частности, просто на высшем уровне. Я думаю, из этого ролика вы поняли, что мне здесь очень нравится. Я с огромным удовольствием отправлюсь сюда в ближайшую осенью, то есть осенью 2019 года, для того, чтобы снять очередную серию про автомобиль, да и в тот же момент получить удовольствие, погулять, насладиться. Мой вам совет ехать на два, ну три дня. За это время вы нагуляетесь и уедете просто с большими эмоциями. Друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. У меня на этом все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok